Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Объективный Уголок. Снова новости, вернее продолжение событий. Не так давно был опубликован и ныне скрыт небольшой материал, в котором я ковыряюсь со станком Металл Мастер. И по итогу он вроде как заработал, но это было кратковременное улучшение. Фактически вот тот самый мотор, и я, грубо говоря, его приговариваю. Сначала подведу некоторые факты, с которыми я однозначно, так скажем, столкнулся. Что известно, был сильный нагрев корпуса, я бы даже сказал перегрев. Далее, из мотора, в виде неких оплавленных ошметков, буквально вытек пластик. Если точнее, то могу предположить, что он находился уже непосредственно в районе обмоток и служил изолятором чего-то от чего-то. Под задней крышкой мотора, где находится коллектор, было много стружки. А вот тут ситуация неоднозначная. Я не могу точно сказать, повлияла ли именно стружка на сгорание или перегрев или вытекший пластик. Но так или иначе, стружка попадала в мотор через щель между станиной, другими частями корпуса, так полагаю, между станиной, коробкой с электроникой и задним фартуком. И вот через эту небольшую щель, буквально весь объем перед задней крышкой был плотненько утрамбован стружкой. И она даже частично заходила наверх корпуса. Соответственно, это могло повлиять и на перегрев, поскольку само собой охлаждения было уже никакого. Для этого сказать, что даже в идеале оно весьма слабое. Находящаяся в передней части якоря, крыльчатка, она практически не давала тяги. Как мне кажется, что я прислонил руку, проверял, дует-не дует, практически не дует. Потому что с одной стороны стружка, с другой стороны у нас примыкание к корпусу и между корпусом и, опять же, вентиляцией. Зазор буквально миллиметров 4-5-6, не больше. Такие вот дела. Да. При крайних попытках запустить, было сильное искрение на коллекторе. Возможно, замкнуло одну или две обмотки, из-за того, что, опять же, вытек изолятор. На данный момент мотор, как видите, снят и даже немного откушен для удобства. В этом свертке, как можете видеть, даже в фирменном скотче, новый мотор от Металлмастера. Он не пришел по гарантии, это я хочу отметить отдельно. Я его приобрел за отдельную сумму. По части гарантии, кстати говоря. Станок покупки июля прошлого года или начало августа. Вроде как даже конца июля. И получается, что на данный момент, даже если считать это июлем 2018 года, сейчас у нас конец апреля 2019-го, вот посчитайте, сколько станок отработал. Согласен, не в самом щадящем режиме, не в профессиональных руках и так далее. Но, тем не менее, прошло меньше гарантийного срока, а моторчик умер. Почему я не воспользовался и не настоял, скажем, на каких-то гарантийных обязательствах? Поскольку оборудование нужно было отправлять, потом ждать диагностику, потом получать его обратно. Это все транспортные расходы, это очень даже существенные задержки по времени, а для меня сейчас критично время. Поэтому я согласился, грубо говоря, рискнуть 8000 на новый мотор, и чтобы уже иметь определенность, продолжаю ли я работать с металлмастером 1830В или оперативно ищу ему некую замену. Возможно, другого бренда, возможно, этого же, но чуть выше по классности, по функционалу и все прочее. Это уже, как говорится, вопрос был другой. Самое главное сейчас понять, на какую сумму я влетел. Отмечу один важный нюанс. Я не утверждаю, что причиной случившегося однозначно является конструктивный недостаток или недоработка инженеров фирмы. Я хочу только отметить, что в моем случае, на мой исключительно оценочный, исключительно субъективный взгляд, скорее всего, имело сочетание сразу нескольких факторов. И короткое замыкание из-за стружки, и отсутствие изоляции при больших температурах, и плохая вентиляция, и плохое охлаждение, и, соответственно, нагрузки. То есть, и недоработки могли иметь место, и, опять же, моя халатность. Однозначно утверждать нельзя. Однако, я имею все основания рекомендовать производителю, я говорю это публично, просмотреть все возможные щели, через которые может попадать в мотор стружка. Это раз. Во-вторых, добавить в конструкцию и электронную схему станка, как мне кажется, вполне копеечный улучшайзинг, вполне копеечное улучшение, а именно, небольшой термодатчик, который будет снимать температуру хотя бы с корпуса, или внутри корпуса мотора, и сигналить большой красной лампочкой, или большим красным светодиодом на передней панели, о том, что рекомендуется сделать перерыв в работе. Кроме того, другим, вполне, как мне кажется, разумным улучшением будет добавить некоторую вентиляцию, некоторое принудительное охлаждение в дополнение к термодатчику. К примеру, повысилась температура, включаем дополнительные кулеры. Цена кулера даже в магазинах небольшого размера такого кулера, вот, по диаметру двигателя, даже розничная, магазинная цена, отмечу, она рублей 120, 130, 150. В закупке оптом у китайцев эта вещь тоже копеечная, равно как и добавление отдельной линии проводов на эти самые кулеры. Что я хочу сказать, небольшие улучшения могут повысить как живучесть станка, так и хорошее отношение к вам. Что вполне логично, оборудование меньше выходит из строя, клиент доволен, все довольны, к вам идут люди, вас рекомендуют. Я же со своей стороны, хоть и не смогу сделать термодатчик, но добавить пару кулеров с отдельным включением отдельной кнопкой от отдельного блока питания, это можно. Поскольку рекомендуемые изменения, если они случатся, случатся уже в новых станках, то всем нынешним пользователям я могу рекомендовать сделать эти две вещи. Тоже, во-первых, проверить наличие стружки и законопатий с щели, во-вторых, добавить принудительное охлаждение на мотор. Теоретически, особенно если вы пользуетесь станком чаще раза двух в неделю, это может продлить ему жизнь и сберечь некоторую сумму ваших денег. Я лично обязательно, в обязательном порядке все это дело реалистик. Идентичное же двигло. Шпиндель вращается, люфтов нет. Ну, шпиндель, вал, вращается и люфтов нет. Шкива в комплекте не приложена, провода без разъема. И последний факт меня вообще никак не беспокоит, поскольку старый мотор я откусил с запасом. И сейчас буду просто ориентироваться по цвету проводов. Вот это почти стандартный шкив. Почти, потому что он чуть-чуть не был обточен, поскольку пострадал немножечко при снятии. А вот это свежеподготовленный шкив из бронзы. Он чуть-чуть меньше. Вот так будет нагляднее. Он чуть-чуть меньше по диаметру и ремень к нему прилегает немного лучше, поскольку шкив глубже. Чего я всего этим хотел добиться? Если мои представления о механике хоть сколько-нибудь приблизительно верны, то подобный ход, а именно уменьшение диаметра по сравнению со сходным, даст нам чуть большее число оборотов, но при этом двигатель сможет прокручивать так скажем, шпиндель более мощно и фактически на моторе будет чуть меньше нагрузки. Кроме того, должны немного упасть обороты шпинделя в принципе. Если сейчас заявляется диапазон от 150 оборотов на первом режиме, на первом положении ремней, до 2500 на другом положении ремней, то мне кажется, сейчас эти цифры должны упасть. В ряде случаев считаю, что это будет только на пользу. Опять же, исключительно теоретически, мне кажется, это даст возможность работать с большим съемом металла за проход. Вид мотора с установленным, уменьшенным шкивом. Болтики тоже пришлось немного укоротить. Небольшое биение в пределах разумного ушкива есть. Я думаю, это не будет чем-то критичным. Все обратно в сборе. Проверяем предположение об оборотах. Сейчас сменим. Дисплей говорит 138, однако, несмотря на указанные на корпусе минимальные 150, у меня станок крутил примерно 180-185 на холостом ходу без нагрузки. Задний центр сейчас, кстати, хоть и установлен, но не поджат. Совершенно все свободно. Проверим максимум. Полагаю, что он уже разогнался и в итоге получаем 1074. То есть примерно минус, опять же, очень-очень примерно процентов 10 у нас минус. 10-15. Я считаю, что это очень даже неплохо. И если двигаться в таком же направлении дальше, то, возможно, есть смысл поменять и средний блок шкивов, либо шкив, который находится непосредственно на шпинделе. Но это дело, как говорится, будущее, как и изготовление некой альтернативы заднего фартука. Пока, чтобы не тратить время, я его все-таки поставлю обратно хоть и очень не хочется на самом деле, потому что я прекрасно понимаю, что история может повториться в любой момент. Теоретически, теоретически подчеркиваю, поскольку я, повторюсь, не знаю точно, что именно привело к катастрофе. Я же пока с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых объективов. Надеюсь, до новых объективов именно, а не до нового продолжения данной печальной истории. Спасибо за внимание. Заглядывайте в объективный уголок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok